Это Набило, как всегда. Я знаю, вы ждёте. Кофе ваш вкусный в чашках уже, так сказать, рядом с вами. И вы слушаете меня, Станислава Белковского. А мы начинаем Набило. Здравствуй, Стас. Доброе утро, Наташа. Всем привет. Всем привет, дорогие мои. И начинаем с новостей. Ну, в общем-то, война, как и мы говорили много раз, постепенно переползает на территорию России. Я вот всех своих собеседников в эти дни спрашиваю, с тобой с этого начну. Как ты считаешь, это изменит что-то всерьёз в настроениях российского общества? Конечно. Ну, собственно, эти настроения никогда по отношению к невойне не были восторженными. Здесь неожиданно российские социологи проводили так называемый Грушинский форум в честь социолога Грушина, известного на Непокойного. И выяснили, что у россиян резко вырос социальный оптимизм, а также и поддержка партии «Единая Россия». Я не помню точно в процентах, но что-то он вырос с процентов на 10. Это доказывает только одно, что современная российская социология в принципе не отражает того, что происходит в российском обществе. Потому что то, что начиналось ещё лет 15 назад, когда респондент начинал бояться отвечать интервьюеру правду на заданный вопрос, сейчас, естественно, в условиях, когда Россия становится всё более уже не авторитарным, а тоталитарным государством, где некоторые правила поведения жёстче, чем в вегетарианской версии Советского Союза при Брежневе и его последователях. Что это достигло пика. Всё равно, что отвечать. Надо сказать, что зеркало социологии вообще является искажающим по этой причине. Что человек совершенно не обязательно говорит правду социологическому интервьюеру по самым разным мотивам. Например, он говорит, что, конечно, никогда не изменяет жене или мужу, а на самом деле это не так. И поэтому все данные всегда свидетельствуют, всегда присутствует значительный перекос. Но в тоталитарном государстве здесь всё совершенно очевидно. И, конечно, всего в этом смысле контрнаступление ВСУ уже началось. Ведь мы живём в условиях современной гибридной войны, а не первой или второй мировых, когда контрнаступление обязательно должно начинаться с большого массированного удара крупных сил с танками, артиллерии и прочим в какой-то определённой точке пространства. Нет. Важнейшая странная часть гибридной войны – война психологическая. И полёт дронов в московский регион, особенно в его элитные зоны, там, где находится не только резиденция Владимира Путина и многих видных российских элитариев, большие особняки, но и командный пункт наземных ракетных войск, ядерных сил в посёлке Власиха Одинцовского района, беспилотник упал где-то там совсем рядом, и события в Шебекино, в Белгородской области. Всё это показывает, что война, безусловно, пришла в каждый российский дом, независимо, как далеко этот дом находится от формальной линии фронта. И это все понимают. В приграничных регионах вообще царят панические настроения. Официальную эвакуацию города Шебекино с населением 40 тысяч человек, в общем, российские власти так и не осуществили. Она была во многом неформальной, и люди эвакуировались самостоятельно. Кроме того, на этих территориях не только не вводится военное положение, но даже режим чрезвычайной ситуации. По одной единственной причине, что если, например, в Шебекино будет введен режим чрезвычайной ситуации, то по закону российские власти должны компенсировать определенную сумму на аренду жилья людей, которые покидают эту зону. Эта сумма очень небольшая. Это 15 тысяч рублей в месяц для многодетной семьи и 10 тысяч рублей в месяц для немногодетной семьи. Но даже этих денег российские власти платить не хотят. И поэтому делается вид, что никакой чрезвычайной ситуации и не существует. Вот этот разрыв между тем, как преподносят ситуацию власти, и тем, как она на самом деле, он оказывает тоже очень значительное психологическое воздействие на недорогих россиян, оказавшихся заложниками, жертвами, развязанной Кремлем войны. Ну вот, пушной зверек известный крадется же не только со стороны фронта, он крадется со стороны экономики. Там Алексашенко называл какие-то совершенно сумасшедшие цифры, миллиарды, которые недополучила Россия в последней этой декаде. Он крадется и со стороны господина Пригожина. Вот интереснейшая фигура, которая там развивается по какой-то своей траектории, которая с гастролями поехал по городам и весям, выступает перед населением в Новосибирске, в Екатеринбурге, еще где-то рассказывает о том, что всех этих подонков надо сносить, призывает открыто к гражданской войне, говорит, что богатых нужно убивать, им нужно, так сказать, отрывать головы и так далее. Твари вонючие! Вы что творите? Вы скоты! Отрывайте свои сраки из кабинетов, в которых вас посадили! Вот ты считаешь, а чего хочет господин Пригожин? К чему он так стремится яростно? Он яростно стремится к контролю над определенными экономическими ресурсами. Он выбивает из российского государства эти ресурсы. Евгений Пригожин, прежде всего, бизнесмен, как, впрочем, и любой ключевой игрок в путинской команде, включая самого Путина. Ясно, что та же зерновая сделка очень важна, потому что она позволит, ну, если она будет реализована в полном объеме с учетом российских требований, вывести из-под санкции определенные предприятия, связанные с удобрениями, олигархов, владельцев этих предприятий, включить аммиакопровод Тольятти-Одесса. Это важнейшее требование, да? Казалось бы, еще вчера же Киев собирались брать, а сейчас вот включить бы аммиакопровод Тольятти-Одесса, что с точки зрения бизнес-сознания российской элиты ничуть не менее, а даже и более важно. И вот Мария Захарова, спикер российского МИДа, здесь говорила, что-то Украина выключила аммиакопровод Тольятти-Одесса, ничего ведь не случилось. Что ни с того ни сего вдруг взяли и выключили. Или подключение Россельхозбанка к Свифту, это очень важно, поскольку Россельхозбанк, как и Министерство сельского хозяйства и продовольствия в целом, подконтролен клану Патрушевых, это ближайшие к Владимиру Путину люди. Соответственно, если через Россельхозбанк пойдут всякие многочисленные, то если Россельхозбанк подключит к Свифту, в отличие от большинства других российских банков, значит, туда перейдет большая клиентура из других банков, чтобы пользоваться Свифтом, и это, соответственно, тоже, это все большой бизнес. Пригожин выбивает деньги и прочие ресурсы. Он не борется за верховную власть, как это многие трактуют. Он, кстати, не призывает убивать богатых, он говорит о том, что надо призвать к ответу, в первую очередь, руководителей Министерства обороны, Генштаба, некоторых связанных с ними бизнесменов, ну и вообще людей, которые занимают неправильную позицию. При этом он же был большой прикол с Артемовским заводом шампанских вин, единственным объектом уцелевшим в Бахмуте, который Пригожин в целости и сохранности обещал передать его законным владельцам. То есть, в этом смысле он не подчеркнул, что это частная собственность, поэтому с ней ничего не должно произойти. В этом смысле это такой уникальный случай тоталитарного либертарианца. То есть, он, безусловно, выступает за тоталитаризм в политике и в общественной жизни, вместе с тем адепт свободной рыночной экономики. Ну, на определенных своих условиях. И для него участие и в боевых действиях в Африке, и в Сирии, и в Украине – это огромные деньги. Вот Сергей Шойгу, как мне говорят, борясь с Пригожиным, допустил утечку о том, что Вагнер, ну, не весь Вагнер, а люди, контролирующие Вагнера, в главе с Пригожиным, заработали с весны 2022 года, получили, вернее, не заработали, а получили, на все свои действия порядка 300 миллиардов рублей. Это сколько? Ну, где-то 4 миллиарда долларов. Это большая сумма, конечно. Не маленькая, да-да-да. Тут ничего бесплатно это не делается. Поэтому Пригожиным нужны деньги для продолжения его военных операций, в первую очередь в Африке. А в Африку ему непременно надо возвращаться, потому что там нарастает борьба за власть в Судане, и он не может уклониться от участия в этой борьбе, поскольку от ее исхода зависит судьба и бизнесов определенных в Судане, связанных и с нефтью, и с золотом, и с другими. Мы уже говорили о поползновениях на песке Западной Сахары, где Вагнер мог бы влезть в конфронтацию между Алжером и Марокко, и там отжать свои дивиденды. И нефть Ливии очень волнует. Ну и, собственно, деньги на территорию Африку. Абсурдный, как выглядит формально со стороны ситуации, когда Пригожин, о чем свет стоит, воевал с Министерством обороны, а Министерство обороны Африку тем временем наращивало закупки у его же предприятий, входящих в Холдинг Конкорд, питание для военнослужащих. Эти закупки выросли за 15 месяцев спецопераций в 4 раза. То есть, получается, Шойгу платил деньги своему злейшему врагу, постоянно увеличивая сумму этих денег. Но, естественно, это дело не Шойгу. Это таким образом, по указанию Путина, финансировалась деятельность Вагнера. Через закупки по завышенным ценам и фиктивных объемах продуктов питания для вооруженных сил. Поэтому, кроме того, Пригожин прекрасно понимает, что он должен, как велосипедист, крутить педали, иначе он упадет. Если он перестанет постоянно накачивать себя, как крупную политическую фигуру, достаточно популярную в российском обществе, его конкуренты его просто съедят. Но вместе с тем и это поведение Пригожина, и нападки встречные на него со стороны клана Рамзана Кадырова, его ближайших соратников, все это, так или иначе, как это не смешно, выгодно Путину. Вот это, безусловно, свидетельствует о том, что путинская система власти в значительной степени расползлась, о чем он сам с большой горечью говорил в 1 июня. Некая там встреча, посвященная Международному дню защиты детей. И прежде всего поздравляю школьников, родителей, учителей, наставников с Международным днем защиты детей. Вообще же Путин известный защитник детей. Вот сейчас, может быть, он 2500 украинских детей, которых он защитил методом похищения из Украины, может быть, он их вернет. Потому что ему очень нужен отзыв Ордера Международного уголовного суда, кто бы что ни говорил. Это для него очень больная тема. Сейчас просто никак не может быть не находится посреднический механизм, как бы это сделать. Мы с тобой уже обсуждали, что там и папа Римский Франциск рассматривается как посредник, и детский фонд ИОН ЮНИСЕФ, и неизменный и незаменимый Роман Ак-Рича Промович лезет в эту ситуацию. Ну, в общем, посмотрим. Может быть, это действительно... Может быть, украинские дети и вернутся в Украину, дай бог, в ближайшее время. Но он там его отпускал очень печально, рассказывал историю о том, что управлять Россией, конечно, можно только бессмысленно, ссылаясь на Александра Второго. И мою любимую фразу графа Миниха, просто он забыл, чья это фраза, о том, что Россия управляется напрямую, господом богом, иначе вообще невозможно объяснить, как она существует, и так далее, и так далее. То есть тщетность его управленческих усилий стала Путину окончательно очевидной, что машинка не работает, которую он тщательно выстраивал 23 года, хотя вряд ли он понимает сегодня до конца, почему она не работает. Из-за него же и не работает. Не только из-за него, но и, собственно, из-за тех принципов, которые он считал приоритетными для этой машинки, в первую очередь, тотального контроля над всем, что и привело к тотальной бесконтрольности. Но Пригожин никогда не забывает о том, что Путину нужны плохие парни, не только для выполнения деликатных поручений, которые он не может давать формально. Ну, там где-то кого-то убили за пределами РФ, убили, например, Арахана Джемалия, Александра Расторгуева в Центрально-Африканской республике, а Путин ни при чем. Ну, действительно, ни при чем. Никакого же приказа не было их убивать. Или там каких-нибудь оппонентов Рамзана Кадырова мочат где-то в Европе. Ну, и тоже как-то случайно так получается. Путин ни при чем. Но они нужны ему и для того, чтобы на их фоне выглядеть меньшим злом. Потому что, по большому счету, вся политическая карьера Владимира Путина строилась на том, что он меньше зло. И даже вот ты, наверное, знакома с Юлием Дубовым, мне кажется, мой приятель Юлий Дубов, друг покойного Бориса Абрамовича Березовского, написал книгу под названием «Меньшее зло о выборах Путина в 2000 году». Так оно и есть. И так, да, Путин позиционировался как меньшее зло по отношению к Евгению Примакову и таким руководителям советского образца, совкам, таким мощным старикам советским. Хотя не факт, что они были бы хуже Путина, скорее всего, лучше, как теперь мы понимаем, задним петлом. Но история совершенно не терпится слагательного наклонения, поэтому говорить об этом бессмысленно. Как получилось, так и получилось, потому что никакой Примаков не решил бы главную задачу, а не выполнен бы важнейшую миссию, которую решает Путин. Полная дискредитация трех измов российских. Империализма, милитаризма и авторитаризма. Вот эту задачу он должен решить до конца. И когда он ее решит, тогда он может смело уходить с должности, с исторической сценой, с жизнью, как угодно. Именно поэтому он какое-то время еще продержится, потому что не до конца эта задача решена. Еще конвульсирует весь этот умирающий организм. И он должен быть для Запада меньшим злом. Он для либералов, для системных либералов, системы Чубайса и его единомышленники, был всегда меньшим злом по сравнению с красно-коричневой угрозой, нависающей им в России. Вот если не Путин, тогда фашисты с одной стороны, ультракоммунисты с другой придут к власти. Потом он был для Запада всегда меньшим злом, опять же, по сравнению с хтоническими энергиями русского народа, которые он удерживает везде. Он всегда был меньшим злом по сравнению с русским национализмом, самым страшным. Что такое русский национализм? Это русский добровольческий корпус и легион свободы России. Вот по сравнению с ним он был меньшим злом. И вот теперь, наконец, он меньше зло по сравнению с Пригожиным. И, безусловно, здесь они играют в одну и ту же игру. Они играют под давки. Потому что Путин может любому западу сказать «Берегите меня, потому что, если не я, видите, какую популярность набрал этот человек?» И вам с ним будет гораздо-гораздо хуже, если со мной что-то случится. Он и меньше зло по сравнению с Рамзаном Кадыровым для значительной части русского народа и русских националистов, потому что у которых Кадыров вызывает совершеннейшую ярость и ненависть и своим статусом в российской политике и экономике, и своей линией совершенно беспардонного поведения, когда кажется, что он не просто какой-то там чиновник, а чуть ли не хозяин земли русской, но почти. Если не первый человек, как говорят в Одессе, но и не второй в Российской Федерации. Поэтому здесь и пригожины Кадыров по-своему подыгрывают Путину. Хотя объективно, с результатами своей публичной активности, конечно, показывают, что эта система власти пошла в разнос. Знаешь, я иногда люблю задавать вопросы дурацкие из Сирии про плоскую землю и так далее, поэтому там этот вопрос. Поскольку у тебя уже в телеграм-канале имени тебя я прочитала о том, что умерла Вера Путина на этой неделе, хочу у тебя спросить, а веришь ты вот в этот миф, что вот Боровик погиб из-за этих документов, что были другие родители Путина, ну и так далее. Как ты вот относишься? У меня есть своя версия гибели Артема Боровика никак с этими документами не связана, но я пока не готов ее огласить. Еще надо подождать несколько лет, и она, мне кажется, более убедительна, чем документы. Хотя в сообразной моей версии, да, это был не несчастный случай, это было целенаправленное убийство. И не только Артема Боровика, но и человека, который, и даже не столько, Артем Боровик был жертвой номер два этого преступления. Жертвой номер один был такой известный бизнесмен, Дзия Бажаев. Ходился с ним в одном самолете, вернее, Боровик находился в самолете, арендованном Бажаевым, и это было связано еще с большим переделом нефтяного рынка в АРФ. Но об этом мы поговорим несколько позже. А еще момент не настал, поскольку такие тяжелые разговоры без доказательства, без достаточного доказательства вести не надо. Я вот, ты пропал, куда-то все появился обратно, да? Да, ага. Вот, но я уже выпустил в 2013 году в Германии книгу о Путине по-немецки, она уже еще на нескольких европейских языках, где этот сюжет обсуждался с матерью Путина, с Верой Путиной. И там уже, что я, так сказать, тогда изучаю этот вопрос, я не хочу сказать, что я изучал его глубоко, но все-таки. Я в нем покопался, и для меня стало странным, обратило мое внимание, привлекло мое внимание, не привлекли мое внимание некоторые особенности поведения Путина, потому что он во многих вопросах очень субъективен. Вот, если он там ненавидит Украину, то в этом много субъективного, в том числе унаследованного от его учителей. Он точно так же ненавидел грузин. Вот он прямо, ведь он начал сражаться с Грузией и грузинами еще задолго до прихода Михаила Саакашвили к власти. Саакашвили не было никак связано. Один из первых политических актов Путина, обративших на себя внимание, было именно введение визового режима с Грузией, еще при президенте Эдуарде Шеварднадзе, который был в Москве, в общем-то, в целом лоялен. Настолько лоялен, насколько, может быть, грузинский президент и даже, я думаю, менее лоялен, чем нынешний правитель Грузии, Бедзина Иванишвили. Но, так сказать, там проблем с ним больших не было. У Кремля, тем более, Эдуард Тамброщев, в общем, был порождением политбюро ЦК КПСС, и для него Москва так или иначе оставалась старшим братом, не только политически, но и ментально. Ну, грузины и Путин запомнил все эти цифры. Он же, когда вникает в какой-то вопрос, когда у него появляется личный враг или другой источник эмоций. Вот когда журналисты НТВ ходили с ним встречаться в 2001 году, чтобы выяснить вопрос, нельзя ли не отнимать НТВ, стало ясно сразу, что нельзя, и он точно помнил, он знал все цифры, кто какие кредиты получал от Владимира Гусинского, бывшего владельца НТВ, кто кому чего должен. То есть он досконально знал какую-то фактуру, которую вообще президент большой страны не только не должен знать, но категорически не имеет права знать, чтобы он не должен замусоривать свою голову такой ерундой. Точно так же, когда он объяснял введение визового режима с Грузией, что в далеком 2001 году, когда Путин казался, в общем, вполне себе западником и умеренным лидером для всех приемлемым, он точно помнил, сколько грузин живет в Москве, а сколько стоит на налоговом учете. Типа в несколько раз меньше. Что он грузин, а то, что он сможет зло. И поэтому, что Грузия у меня ассоцирует с каким-то субъективным злом, да, что полностью соответствует версии женщины по имени Веры Путина, которая так себя называет. Кроме того, меня всегда смущало, что Владимир Путин родился, когда его родителям было уже больше 40 лет. Они оба, и Мария Ивановна Путина, и Владимир Спиридонович, 1911 года рождения, а Путин 52-го. То есть они в 41 год в Сталинском Советском Союзе, в нищенских очень жестких условиях жизни родили ребенка, такого не было в Советском Союзе. Что так вот. Это наводило меня на мысль, является ли он их биологическим сыном на самом деле. И тогда, кстати, там точно так в этой книге еще был важный пласт, это изучение около путинского гей-лобби. В общем, мне тогда посоветовали серьезные люди эту книгу в России по-русски не издавать, что я и сделал. То есть я пошел на компромисс с самим собой, решив не наживать все неприятности, и тем самым пролонгировал свою жизнь в России еще на 9 лет до марта 2022 года. В общем, выиграл время. Эта книга существует, может быть, сейчас уже можно ее перевести на русский язык. Ну, поэтому я не знаю, так это или нет. Я допускаю, что это так. То есть это не кажется мне... То есть априорно и заведомо ерундой мне это не кажется в силу тех аргументов, которые я привел. И единственное, что какой вывод из этого можно сделать, и, может быть, он не всех устроит, что Вера Путина умерла в возрасте 97 лет. Это значит, что генетика у Владимира очень хорошая, и тот, кто рассчитывает, что он так быстро развалится на ходу, возможно, неправ. С другой стороны, впрочем, я не устаю напоминать, что решение о дате смерти человека принимает Господь Бог, и он совершенно не руководствуется физическими кондициями человека в этот конкретный момент. Вернемся к событиям сегодняшним. И человек с поэтическим именем Ли Хуэй, представитель Китая, он продолжает свои гастроли, ездит по странам, и он говорит, вот на этой неделе он сделал такое достаточно громкое заявление, что Западу нужно прекратить поставлять оружие в Украине. Я так понимаю, он выражает официальную позицию Китая. И эта позиция такая достаточно неприятная. Нужно ли понимать, что Китай будет занимать последовательно эту позицию, что он все-таки на стороне России? Китай не на стороне России, философию своего посредничества Китай изложил, в том числе в ходе визита Ли Хуэя и в Киев и в Москву. Естественно, сам Ли Хуэй в достаточной степени пророссийский настроен, поскольку он 10 лет был послом в Москве с 2009 по 2019 годы, и он еще работал в китайском посольстве в Москве в советские времена. Он, безусловно, укоренен в советско-российском контексте. Но, если он выражает позицию собственного правительства, а не какой-либо из сторон конфликта, позиция правительства очень простая, что нужно срочно прекращать войну, поскольку она мешает мировой торговле и роли Китая в мировой торговле. А и так логистические цепочки посыпались во время эпидемии ковида, точнее, из-за санитарной диспотии очень странного менеджмента, варианта менеджмента, который избрали глобальные элиты. А сейчас еще и война разрушает это все, и действительно, Китай очень страдает от всех тех последствий, и поэтому нужно прекращать боевые действия любой ценой, и как можно быстрее. Этой позиции придется не только Китай, но и многие другие. Мы знаем, что Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, по-прежнему публично это озвучил сегодня, что не нужно, вообще нужно отменить контрнаступление ВСУ, потому что он приведет к нечестливым жертвам, в первую очередь, страны наступающих, чьи потери всегда, это действительно так, по военной науке выше потери обороняющихся, хотя, собственно, военная наука сегодня уже другая, поскольку, как мы уже выяснили, мы живем в эпохе гибридной войны, а не классической большой войны, там, образца 20 века, особенно второй его половины. И, в общем-то, в элитах европейских странах США такие настроения существуют и присутствуют, поэтому Украина будет подвергаться давлению самых разных сторон, чтобы пойти на некий компромисс, не предполагающий выхода границам в 1991 году. Как Украина будет управляться с этим давлением, посмотрим. Ну, мы знаем настроение украинского общества, оно всем известно, не буду повторять, только освобождение всех территорий, и в связи с тем, что там объявили розыск в России за Лужного и Сырского, мне очень нравится мем, когда там генерал в форме говорит, не надо меня искать, я сам приеду, мне очень-то нравится. Да, поэтому, знаешь, конечно же, война освободительная и до украинских границ 1991 года, но сама идея приехать самому мне очень нравится. В канале Мебелковского опубликована новость о публикации разговоров Медведчука и телефонных, и, ну, ничего нового там нету. Мне кажется, основная идея существования этого человека в Украине, как политика и как владельца телеканалов и прочее, прочее, как человека действительно очень антиукраинско настроенного, она базируется на следующем, не знаю, согласишься ли ты со мной, если бы тогдашние украинские власти этого не хотели, у него бы не было таких полномочий и таких возможностей. Разумеется, конечно, собственно, Виктор Владимирович Медведчук, будучи, ну, то есть он совершенно непригодный к публичной политике, все проекты в области публичной политики заканчивались крахом, ну, начнем с ДПО, которая никогда не смогла стать, да, потом, собственно, в 2004 году... Если выражение абсолютно политической бездарности, то это, воплощение, вернее, то это Виктор Медведчук. Да, но при этом Виктор Медведчук всегда был, всегда это до 2022 года, буквально до начала войны был очень влиятельным в Украине человеком и сколотил многомиллиардное состояние благодаря своим лоббистским возможностям, в первую очередь, связанным с Владимиром Путиным. А именно эта эксклюзивная роль Медведчука в украинской политике, благодаря его близости к Путину, была связана с комплексом неполноценности украинских элит перед российскими. Тем самым комплексом неполноценности, который полностью рассосался только 24 февраля 2022 года. Поэтому этого монстра, великого и ужасного украинские элиты создали себе сами. Если бы они не хотели теневым образом договариваться с Кремлем, Москвой о самых разных вопросах, если бы они действительно занимали ту патриотическую позицию в глубине души, которую они излагали на словах, то не было бы никакого феномена Медведчука. Ну и взаимоотношения к российской оппозиции. С одной стороны, мы видим, мы уже с тобой обсуждали, как некие там депутаты Госдумы, я бросила запоминать их фамилии, они не важны, говорят о том, что нужно заниматься рэкетом и брать с них деньги, и вот когда они дают большую сумму, например, на СВО, то тогда можно снимать статусы на агента. А с другой стороны, вот Галкин проиграл суд Кремлю, мы знаем, что он теперь дважды и на агент. Ну то есть под тверд... И на агент единожды вместе с ним проиграли еще известный комик Сергей Слепаков, Семен Слепаков, прошу прощения, и медиа-деятеля Илья Варламов. Нет, тем самым Кремль показывает, что действительно вот именно статус иноагента присваивается один раз. Никакого компромисса с теми, кто не поддерживает спецоперацию, из этого не будет. Они должны быть полностью исключены из российского общества и лишены возможности жить и работать с воров полностью. Это означает только... То есть все их иллюзии относительно того, что можно на каких-то условиях вернуться тщетно, и поэтому я по-прежнему считаю, что, во-первых, нужно создавать союз иноагентов как прототип Максим Александрович Галкин кажется мне оптимальным кандидатом на пост лидера, потому что это русский аналог Владимира Александровича Зеленского, весьма продвинутый при том. И, с другой стороны, нужно думать о мета-россии, как пространстве русской цивилизации, никак не зависящим от двух русских проклятий истории и географии. География — это евразийский Харклинд, непригодный для жизни, где там 60% населения живет на 5% территории. Ну, а история — это постоянно какие-то традиции, опять же, авторитаризма, империализма и милитаризма. Вот это все надо выбросить. Поэтому я думаю, что именно непримиримость кремля к иноагентам, никакая полная неготовность интегрировать людей, которые против войны за освобождение украинских территорий, она здесь должна рассматриваться чуть-чуть в позитивном ключе. Наконец, она должна избавить находящихся за пределами РФ россиян от иллюзий и заставить сплотиться даже в условиях нынешней атомизации, когда многие считают, что выживать в одиночку легче, чем в коллективе. Ну и вот, знаешь, успех Эрдогана, он заставляет спросить, собственно, в чем, так сказать, секрет этого политического деятеля, потому что он достаточно долгое время отправит Турцию, мы видим, что в Турции были выборы, они были, хотя там писали какие-то СМИ о том, что там раздавали деньги во время второго тура и так далее, но тем не менее, мы видим, что там реально проголосовали за него. Почему Турция выбрала его опять, более прозападного? Деньги мы раздавали детям, это был очень хитрый прием, что не запрещено законом, потому что дети несовершеннолетним можно. Дети не были избирателями, поэтому родителям раздавали деньги через детей. Это, значит, не подкоп избирателя, потому что ребенок не избиратель. Потому что во всякой игре, где ставки для участников принципиально разные, побеждает тот, для кого ставка гораздо и качественно выше. Для Эрдогана она была выше, он не мог отдать власть. А для турецких оппозиционеров, видимо, ставка не была столь велика. Они не должны были действовать по принципу победы или смерти. Вот Эрдоган, да, для него победа или смерть, для них нет. Поэтому всякая последовательная позиция всегда вознаграждается, хотя, конечно, жаль, что смена власти в Турции не произошла демократическим путем. Ясно, что там были определенные манипулятивные элементы, в частности Эрдоган обильно раздал турецкие паспорта сирийским беженцам в то время, как его оппонент обещал этих беженцев высказать. И ясно, что сирийские беженцы проголосовали за Эрдогана. Это просто было полтора миллиона новых избирателей непосредственно перед выборами. Что при таком маленьком разрыве между претендентами очень существенная цифра. И там, кажется, был мухлёст численностью населения провинции, максимально пострадавших от землетрясения. Там проголосовало больше людей, чем там осталось в результате землетрясения 6 февраля. Но вот я помню оранжевую революцию 2004 года, когда Виктор Ющенко и его соратники точно понимали, что для них победа или смерть, а для Виктора Януковича это так не было. Поэтому, собственно, революцию победила, а Янукович проиграл, несмотря на всю поддержку со стороны РФ и пророссийских сил, которые он получал. Поэтому здесь, да, придется еще взять паузу, хотя турецкая лира продолжила падение в честь нового избрания Эрдогана. Ничего хорошего в сфере экономики Турцию не ожидает. Я думаю, что будет дальнейшее закручивание гаек, и ситуация не повторялась. Впрочем, Эрдоган сильно сдал физически, это видно на глазах. Он очень похудел, постарел. Ему всего лишь 69, что по меркам современной политики совсем немного, как мы знаем хотя бы, на примере счастливых дедушек, проходящих в власти в мире в самых разных местах. Выглядит он уже значительно старше. Поэтому, может быть, в ближайшие... И, кстати, он сейчас меняет многих своих министров прежнего правительства. Может быть, какой транзит власти в Турцию мы видим несколько быстрее, чем через пять лет, когда нас ожидают очередные выборы. Ну, писали СМИ также о том, что немедленно после его победы с ним поговорил Байден о том, что нужно разблокировать вхождение Швеции в НАТО. И, скорее всего, это так и будет сделано. Да, собственно, такая жесткая антиамериканская риторика, сопровождавшая предвыборную кампанию, Эрдоган не имел ничего общего с реальностью. Это нужно было, чтобы мобилизовать провинциально ультранационалистически унастроенного турецкого избирателя. Сейчас Эрдоган будет идти на компромисс. Сейчас же, кроме того, неожиданно выяснилось, что ему позвонил президент Сербии Александр Бучич и попросил стать посредником в регулировании конфликта с Косово. Это значит, кстати, что и Сербия уже не рассчитывает на Российскую Федерацию и Москву. Ну, Бучич давно давал это понять. Он только что на днях сказал, что он не разговаривал с Путиным больше года, фактически с момента начала войны в Европе, что он просто не может сбежать, естественно, полностью из хороших отношений с РФ, поскольку там есть много всяких связей и коммуникаций, но его дальнейший путь к Европу так или иначе неизбежно приведет к разрыву с Москвой и Кремлем, во всяком случае, в их нынешнем виде. Вот уже Эрдоган начинает посредничать на Балканах вместо Путина. Также, так сказать, если будет мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, то оно будет подписано при европейском посредничестве. И, наконец, председатель Евросовета Шарль Мишель аж добрался до Киргизии на этой неделе и предложил помощь в регулировании конфликта между Киргизией и Таджикистаном из заводных ресурсов. То есть, Россия уходит абсолютно как геополитический игрок, что является закономерным следствием, во-первых, полного отсутствия политики мягкой силы на всем протяжении путинского правления, потому что вообще Путин ничего не понимает мягкой силы, и, конечно, краха спецоперации за это. Ну, и Илон Маск опять стал самым богатым человеком на Земле. Да, несмотря на то, что Твиттер подешевел в три раза. Капитализация Твиттера упала в три раза за то время, что Маск им руководил. Это еще раз показывает, что если ты следуешь некой совокупности глобальных трендов, ты все равно остаешься в выигрыше. Ведь, собственно, Маск еще достиг выдающегося результата в прежнем десятилетии, когда он доказал, когда капитализация его автомобильного концерна Тесла превысила совокупную капитализацию всех крупнейших автокомпаний, там, типа, Мекседес, там, Даймлер, Бенц, там, BMW и так далее, Toyota вместе взятых, при том, что из года в год Тесла генерировала убытки. То есть, убыточная компания стала самой дорогой в мире. То есть, Маск заказал, что это возможно. Почему? Потому что в основе бизнеса лежит глобальный тренд, который обязательно будет нарастать. И человек, фактически, покупая акции Тесла, покупает будущее. Причем, будущее неотвратимо. Так и случилось. Тесла начала генерировать прибыль. И, наконец, мы видим, что бренд Тесла, автомобили под этим брендом в первом квартале 2023 года стали самыми продаваемыми в мире, обойдя Toyota, которая до этого занимала. В первую очередь, Toyota Camry, который занимал лидирующие позиции. Toyota Rap 4. Да, то есть, мы с вами, вот, тренд победил. И, так сказать, так же будет то, что Twitter упал в три раза, ничего не значит. На самом деле, либерализация Twitter, там, отстаивание принципов свободы слова, которым он следует, она приведет, я уверен, к скачку капитализации Twitter, ну, через пару лет. Просто эти пару лет надо прожить, а в эти пару лет Маск, так или иначе, будет самым богатым человеком мира в самых разных смыслах этого слова. Ну, это же естественно, потому что любые, так сказать, платформы, которые начинают проповедовать те или иные ограничения, они выдавливают фактически людей в сторону платформ, на которых есть свобода. Этим объясняется там растущая популярность, например, Telegram-каналов, да, потому что там можно все. Этим растущая популярность TikTok объясняется и многое другое. Какие события на этой неделе привлекли твое внимание? На этой неделе Российское государственное агентство новости, Реановости, это официальный орган Кремля, сообщил о том, что Украина наслала на Россию боевую саранчу с целью уничтожения урожая, в первую очередь, кукуруды. Началось еще в 2019 году. Причем, боевая саранча не украинского происхождения, а американского. Ее специально вывели в университете Вашингтона в Миссури, имени Вашингтона в Миссури. Вообще, изначально саранча выводили для того, чтобы обнаруживать минные поля. Саранча летит, в нее встроен датчик. Когда она видит минное поле, у нее в голове что-то перемыкается, датчик срабатывает, и все видят, вот минное поле. Кстати, отбегая чуть назад, ведь Пригожин обвинил Министерство обороны в том, что Россия, что она специально заминировала пути отхода из Бахмута, чтобы Вагнер окончательно взорвался. Таких жестких обвинений даже из его уст мы еще не слышим. А теперь саранча та же самая, противоминная, используется для уничтожения урожая в эры. Это в принципе ставит, ну помимо того, что вот это из серии земля плоская уже является официальной позицией Кремля, это наводит на мысль о том, что животные тоже делают свой выбор в этой невойне, и он явно не будет в пользу агрессора. Именно поэтому российский парламент сейчас принимает какие-то новые зверские законы, позволяющие усыплять бездомных животных, но поскольку бездомные животные все понимают, и поэтому помимо дронов, летящих на резиденцию Путина и русских националистов, торгающихся в Белгородской области, ждет еще восстание животных. И видимо, оно может стать абсолютно разрушительным для нынешнего типа политического режима в РФ. Хорошее название для какого-нибудь нового, знаете, у Ройла восстание животных. Ну что ж, финальное стихотворение. Да. Дело в том, что мы иногда по нерадению своему забываем очень сильных поэтов, просто потому, что их поэзию заслоняет от нас и в биографии. И классический пример такого типа украинского поэта Виталия Коротича, который был главным редактором перестроечного огонька, и в этом смысле фигуры культовые, поскольку перестроечный огонек открыл нам совершенно новый уровень свободы слова в позднем СССР, и потом в Днепутче 91-го года Коротич остался в США, поскольку считал, что произойдет полное возвращение в Советский Союз и уничтожен. Да и советская карьера была весьма неоднозначной до огонька, в общем, он скорее был сторонником жесткой линии. Но я хочу прочитать именно его стихотворение. Его все знают, но почему-то все забывают в решающий момент. И надо сказать, что на русский его блистательно перевела, действительно блистательно, Юнна Морец, который сегодня горячий сторонник уничтожения Украины и войны до победного конца. И в этом тоже есть глубокая ирония истории. Мы его, естественно, читаем в оригинале Виталия Коротича, который в момент его написания был еще небольшим журналистским начальником на Москве, а просто украинским, молодым украинским поэтом. Переведите меня через Майдан, Переведите меня через Майдан, Де жинка плаче, Та, шо був я з нею. Мину ви, И навіть не пизнаю. Переведите меня через Майдан, В жалями и незабутою любовью Там noоженным был, И там нечемным был я. Переведите меня через Майдан, Переведите меня через Майдан, Где на тополях виснуть хмары пьяные. Мой сын теперь спевает на Майдане. Переведите меня. Меня через Майдан переведите. Майдану тлум не тло. Взяло его у себя и велоще. Когда он впав в центр той площади. А поля за Майданом не было. Виталий Коротич. Моя любимая Виталия Коротича. Если бы он больше ничего не написал, только одно это створение, этого было достаточно. Это как вальс Грибоеда. Очень крутое. Спасибо большое, Стас. Спасибо, Наташа. Всем привет. До скорого. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова